Добрый вечер на часах 20.30. Время новостей на телеканале НЕСЕЙ в студии Ксения Митрофанова. И в начале коротко главная тема выпуска. Медведи в пригороде. Хищник вышел из леса на правобережье Красноярска в районе поселка Водников. Спасла женщину вот эта простая дворняга по кличке Рекс. На лапе боевое ранение. След от когтя зверя. Лето возвращается. На этой неделе синоптики обещают жару. Сколько она продержится. Погода может измениться уже. В сторону более дождевой погоды и более низких температур. Все ли успевают? Глава края Александр Ус проверил ход реставрации Венесейски. Почему срываются сроки? Предыдущий подрядчик без всякой обработки просто повелил Богоявленский собор обычной звездкой. Китайские ученые в Ергаках. Исследователи из Поднебесной сверлят деревья и собирают хвою. Для чего? Нас интересуют вот эти бареальные леса, то есть тайга. Они очень интересны в плане того, что не тронуты. Медведи все чаще выходят к людям в пригороде Красноярском. Новый случай. Хищник пытался напасть на женщину, которая дежурила на одной из радиовышек рядом с поселком Водников. Спасла ее собака. Она кинулась на медведя и отпугнула его лаем. При этом сама едва не погибла. Подробности у Евгении Шелковниковой. Еще накануне ворота перед этой радиовышкой в окрестностях Красноярска были открыты нараспашку. Сегодня сторожа наглухо закрывают все подходы к территории. Накануне здесь чудом осталась в живых женщина-оператор, которая дежурила на станции одна. Из леса прямо на нее вышел взрослый медведь ростом более метра. Получается, 4 метра от меня он встает, вот убить бы, когда я его уже увидела. Я слышала только свой стук в сердце. У меня как парализовало все. Я не знала, что делать. Хорошо, что я не побежала, потому что если бы я побежала, понятно, однозначно, он бы меня задрал. У меня просто от такого страха, что медведь так близко отмелись ноги. Юлия сейчас в гостях у мамы в Большой Мурте. Отходит от шока. Говорит, неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не четвероногий друг, которого держат рядом с Времянкой, где она дежурила. Спасла женщину вот эта простая дворняга по кличке Рекс. На лапе боевое ранение, след от когтя зверя. Но уже сегодня охранник, видимо, пришел в себя, носится по территории и с подозрением относится ко всем новым гостям. В момент нападения Рекс проявил настоящий героизм. Он метался от хозяйки к медведю и обратно и дико лаял. Юлия все же успела заскочить в сторожку. Оттуда услышала визг к собаке. Медведь пытался задрать животное, но резвому Рексу удалось вырваться и убежать. В течение часа косолапый еще бродил по человеческим владениям, а после ретировался обратно в тайгу. А всего лишь в 500 метрах от места происшествия находится большой дачный поселок. Здесь две улицы, полностью застроенные домами, живут семьи с детьми. И от нашествия дикого зверя их могут защитить разве что высокие заборы. Местные говорят, что медведей здесь видят довольно часто. Сказывается близость к заповеднику столбы. В последние годы у нас периодически, примерно раз в 2-3 года, медведь появляется. Вот сосед наш ехал неделю назад, поехал на работу в 7 утра и прислал смс. Говорит, я еду на работу, а к нам на дачу идет медведь по дороге. Вот такая ситуация. Я лично не видел, но вот у нас соседи снизу видели, там нерусские живут, они пасут коз. И они видели медведя. То есть они сходили, всех предупредили, кто с детьми, чтобы осторожней. А на днях на столбах медвежонок вышел прямо на туристическую тропу за кордоном Лалитина. Его встретил и снял на видео мужчина, который совершал пробежку. Молодой хищник стоял на деревянном мостике через ручей Дубровный. Зверь поднялся в гору и еще некоторое время наблюдал за человеком из-за дерева. Как рассказали специалисты заповедника, медведи, всеядные по образу питания, выходят из леса на запахи пищевых отходов. Там, где есть всегда еда, где она лежит, так скажем, ее добывать не надо. Это все-таки привлекает медведей, тем более ее объем, объем тех отходов, которые мы оставляем. Зоологи советуют не оставлять рядом с жильем остатки еды, не закапывать пищевые отходы и по возможности уносить их с собой. Но если уж пришлось столкнуться с медведем, нужно сохранять спокойствие и без резких движений уйти в подходящее укрытие. Евгения Шелковникова, Андрей Крупнов и Денис Сыров. Енисей. Новости. Серьезный пожар на улице Свердловска в Красноярске. Там вспыхнули дворовые постройки рядом с двухэтажным деревянным домом, который сейчас расселяют. Огонь быстро распространился и охватил площадь в 250 квадратных метров. Жар был таким, что в доме оплавились пластиковые окна, но жилье удалось отстоять. Чтобы все потушить, спасателям потребовалось два часа. Сейчас дознаватели выясняют причины пожара. Среди версий поджог и неосторожное обращение с огнем. Из-за этого пожара и спецмашин, которые там работали, на въезде в Красноярск на Свердловске образовалась многокилометровая пробка. Примерно в 6 вечера с Девногорского направления начали скапливаться машины. Горожане возвращались после загородного отдыха. По словам людей, оказавшихся в этом заторе, караван автомобиля растянулся почти на 20 километров. Некоторые даже глушили двигатели, так как поток транспорта вообще не двигался. Похоже, лето возвращается в Красноярск. По крайней мере, прогноз синоптиков обнадеживает. Таких холодных ночей, как на минувшей неделе, точно не будет. В среднем ожидается плюс 12, плюс 14. Это в темное время суток. А днем уже со вторника не меньше плюс 25 и жарче всего к концу недели, там до 30. И, конечно, не повезет тем, кто работает в будни, ведь в ближайшие дни будут солнечными, ясными и безветренными. Самое время для отдыха на пляже. А вот на выходных вновь обещают дождь. Впрочем, для дачников и поспевающей клубники это в самый раз. Остальным приходится надеяться, что к концу недели каприсная погода снова может поменяться. По крайней мере, до 20 чисел погода будет такая, достаточно без осадков, может быть, кроме выходных. И температура будет в пределах, по крайней мере, до 30, ну там 25-30 градусов. Вот после 20 числа погода может измениться уже в сторону более дождевой погоды и более низких температур. Жарко сегодня и на Красноярских улицах, где ведется дорожный ремонт. А на этой неделе будут перекрывать новые участки. С 11 по 23 июля ограничат движение по улице Ленина от Дубенского до Парижской коммуны. При этом жители домов в этом месте смогут выезжать из своих дворов, как обычно. Из-за ремонта коммунальных сетей с 12 по 15 июля перекроют небольшой участок позади сквера Сурикова. С 16 июля в течение месяца будет закрыт один квартал улицы Горького от Красной Армии до Ленина. В связи с этим декабристов станет односторонней от Красной Армии до Маркса. И, наконец, чтобы установить опору нового путепровода, придется временно сузить улицу Копылова. С 16 по 26 июля она также перейдет в односторонний режим на отрезке от Волочаевской до Керенского. В обратную сторону можно будет проехать по Красной Армии. Глава края Александр Ус проверил ход реставрации к 400-летию Енисейска. Почему срываются сроки? Расскажем далее в выпуске. Китайские ученые в Иргаках, специалисты из Поднебесной, изучают на юге края генетику хвойных пород деревьев, чтобы понять, как на них влияет глобальное потепление. В научной экспозиции побывала моя коллега Ольга Максюшина. Лиственница и сосна сибирская – главные объекты исследований в Ергаках. Профессор китайской академии наук Хуан Цзяньго приехал в Сибирь со своими студентами. Здесь, в условиях тайги, они изучают особенности этих пород деревьев. Основная задача – понять, каким образом меняются жизненные процессы в столетних лиственницах по мере их роста. Нас интересуют вот эти бареальные леса, то есть тайга. Они очень интересны в плане того, что не тронуты. Во-вторых, нас интересует, как в естественной среде, в глобальном смысле, происходят изменения в разных условиях. Китайские ученые говорят, изучение сибирской тайги для них бесценный опыт. Уверены, что самые важные и значимые данные получат именно здесь, на территории западных Саян. Биологи из Поднебесной здесь, в тайге, уделяют внимание изучению механизма адаптации деревьев, произрастающих в одном климатическом поясе, но на разных высотах над уровнем моря. Чтобы получить материал для исследований, генетики берут пробы с деревьев, а также собирают несколько видов хвои. По мнению китайских специалистов, именно в ней содержится много полезной информации. Пробы берут с помощью бура, тут же собирают хвою разных годов, чтобы отследить изменения в ее химическом составе. Уже в дальнейшем они выявят генетическую и климатическую адаптацию деревьев на разных высотах. Тайга Сибирская отличается от китайской в первую очередь климатическими условиями. Здесь более влажный климат. Я планирую поступать в аспирантуру в России. Хочу вернуться в эти края, чтобы продолжить исследования. И к тому же здесь появилось много друзей. Генетическую экспертизу собранного материала ученые проведут в лаборатории растительности и управления нарушенных экосистем при Китайской академии наук в городе Гуанчжоу. За месяц планируют собрать образцы деревьев на нескольких участках юга края. Это говорит о статусе парка, о том, что природный парк Иргаки известен в мире. И наша экосистема очень интересует исследователей. Это показывает ежегодные исследования на территории парка различных научно-исследовательских групп. Мы со всеми работаем. И отчеты пополняют копилку научных знаний в природном парке Иргаки. Помимо природного парка запланировано провести исследования на территории Саяно-Шушенского заповедника. Ученые уже взяли пробы деревья в Гагульской котловине. И отобрали материал в особо охраняемой зоне недалеко от кордона Черное озеро. Исследования проходят в рамках международного проекта. В следующем году биологи из Поднебесной отправятся в научные экспедиции в Казахстан и Монголию. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Станислав Берки. Енисей. Новости. Новости. Главы районов края до сентября должны представить правительству региона проекты, которые смогут принести частные инвестиции, сделать жизнь в территориях более комфортной. Сегодня тему так называемой локальной экономики временно исполняющей обязанности губернатора Александр Ус обсудил с участниками президиума правительства. Сейчас лишь чуть больше половины районов могут похвастаться эффективной работой предприятий. Там появляются новые рабочие места и постепенно создают современные условия для населения. В основном это север и центр края, где исторически располагаются крупные производства. Показатели остальных территорий оставляют желать лучшего. По мнению Александра Уса, чтобы исправить ситуацию, главы муниципалитетов должны сами проявить инициативу и привлечь к этой работе как можно больше частников. Достаточно примеров России, где, можно сказать, нищие субъекты федерации имеют полноценную жизнь на местах. За счет ремесел, за счет, не знаю, тех же самых продуктов питания, которые красиво делаются, упаковываются и продаются на подворьях, двигаются в Москву и даже за рубеж. У нас такого рода вещей, к сожалению, единицы. Некоторые районы и города уже ведут такую работу. Например, Шарыпово, там развивается сельское хозяйство и животноводство. Сейчас муниципалитет планирует превратить в территорию опережающего социально-экономического развития. Для этого уже готовят необходимые документы. Такой статус позволит дать существенные льготы предпринимателям, благодаря чему должны прийти новые инвестиции. Если проект удастся реализовать, то это благоприятно скажется и на соседних районах. Появился интерес у нас и уже сопредельных наших территорий, с других районов. Ну и, наверное, это будет серьезный какой-то выход и для города, потому что он сегодня моногород. И отсутствие рабочих мест там серьезное. Поэтому это будет такой, наверное, даже как-то такой серьезный проект, который даст толчок развитию экономики в целом по региону, по-западному. Успеет ли к сроку? Глава края Александр Ус проверил ход реставрационных работ на исторических памятниках Енисейска. Он побывал на двух главных объектах Троицкой церкви и Богоявленском соборе. По плану ли идет подготовка к 400-летию города, выясняла Анжелика Александрова. Визита главы края в Енисейске ждали с волнением. И есть отчего. За полгода на объектах реставрации расторгли пять контрактов с подрядчиками. Причины – плохое качество и низкие темпы. Первым делом Александр Ус проверил, как идут дела в Троицкой церкви. Здесь, после полной замены рабочей группы, реставрация, наконец, на финишной прямой. Внутри у нас полы, все под покраску подготовлено. Останется полы, теплые полы делаем. И там чугунные плиты. Все нормально, погрязь. Ну, может, мелочи какие-то. Троицкую церковь планируют закончить к сентябрю. Судьба Богоявленского собора сейчас в руках этого же подрядчика. Полгода назад здесь возобновились работы. Правда, сроки сдачи опять сдвинуты. После предыдущих горе-реставраторов приходится многое переделывать, особенно по фасаду. Предыдущий подрядчик без всякой обработки просто повелил Богоявленский собор обычной звездкой. Теперь все это приходится снимать. Посмотрите вокруг, сколько пыли. Для того, чтобы обработать специальным раствором, а затем покрыть немецкой краской. Она морозостойкая, влагостойкая и не осыпется с первым дождем. Делать нужно все очень аккуратно, чтобы не повредить историческую кирпичную кладку. Сбивает звездку струей специальных реагентов. Треть Богоявленского собора уже очищена. У нас задача стоит очистка и сохранение старого кирпича, который есть. То есть его когда вручную, механически повреждается. А это более щадящий. Принцип аппарата в том, что в этом емкости находится абразивный агент. Под давлением подается воздух, смешивается и получается струя. Глава региона подчеркнул, что Богоявленский храм, будущий кафедральный собор края, должен быть завершен уже в следующем году. Ведь не зря в реставрационные работы на исторических памятниках уже вложено полтора миллиарда рублей. Главная задача сделать Енисейск краевым туристическим центром. Поэтому к большому юбилею должны быть готовы не только храмовые объекты, но и все остальные 23 памятника. Одна из основных миссий этого города будет заключаться как раз в приеме туристов. Понимая, насколько будут востребованы, в том числе и гостиничные объекты. А вот один объект на улице Бородкина, на улице Рабочей Крестьянской, как раз находится в реставрации. Это будет гостиница с пищеблоком. Поэтому мы и сами понимаем, насколько это востребовано, насколько это значимо. Но в принципе 300 гостиничных мест в Енисейске уже есть. Этот процесс развития гостиничного бизнеса начался. Я думаю, что пик его развития еще впереди по мере того, как будут сюда приезжать, увеличиваться приезд туристов. Рабочая поездка Александра Уса совпала с большим праздником Енисейская Уха. На нем глава региона встретился с руководителями района и обсудил вопрос развития этой северной территории края. Мы должны подключить к этой работе и бизнес, и самих жителей обустроить свой дом под названием наш старинный Енисейск, нашу гордость. Пока, к сожалению, я особых звигов, а самое главное, энтузиазма, желания, порыва не вижу. Поэтому в этом деле нужно принимать, так скажем, радикальные меры и обеспечивать такой революционный подъем, что называется. Всего в Енисейске, кроме тех, что реставрируют еще 74 исторических памятника федерального, регионального и местного значения. После выполнения приоритетной краевой программы Енисейск-400 власти обещают продолжить развитие и благоустройство города. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов, Енисей Новости. Все возмущены в центре Красноярска. Вандалы испортили фасад исторического здания. Сейчас это один из корпусов Института искусств. Дом памятника архитектуры его реставрируют. Работа близится к завершению. А вот стену над аркой, ведущей во двор, неизвестно, разрисовали уродливыми красными буквами. По всей видимости, для этого они воспользовались установленными лесами. Сейчас полицейские разыскивают вандалов, а глава центрального района Дмитрий Дмитриев призвал красноярцев напрямую сообщать ему в соцсетях обо всех подобных инцидентах. И по возможности присылать фото и видео, чтобы поймать таких уличных горе-художников. Симфонический оркестр и оперные звезды у стен Красноярского Свято-Успенского монастыря. Почему концерт провели в таком необычном месте, расскажем далее. В период летних каникул студенты СФУ пополнили число работников Ачинского НПЗ. Здесь у них проходит практика. Причем среди будущих нефтепереработчиков есть иностранцы. Что изучают ребята и какие возможности у них есть, расскажет Александр Арепьева. Обязательный инструктаж по технике безопасности и только затем студенты получают допуск на территорию производственной площадки завода. Экскурсия на эстакаде автомобильного налива вызывает неподдельный интерес. Сейчас здесь 20 будущих нефтепереработчиков, а всего за лето производственную практику в рамках сотрудничества с вузами на Ачинском НПЗ пройдут 120 студентов. Сулейман из Африканской республики Ганна вместе с другими студентами проведет на заводе две недели. Россия очень славится своей нефтепереработкой и добычей. Известно в этом плане в мире. Завод обслуживает целый сибирский регион, что на самом деле поражает. Поражает и профессионализм, и то, как здесь относятся к безопасности. Это дорогого стоит. Многие годы НПЗ успешно сотрудничает с профильными вузами края, в том числе институтом нефти и газа, который создан на базе Сибирского федерального университета. В институте студенты изучают теорию, практические навыки отрабатывают на производстве. Мы готовим совместные программы. Наши специалисты читают профильные предметы в рамках взаимодействия с вузом. И теоретическую подготовку студентов мы закрепляем непосредственно практическими навыками на нашем заводе. Юлия проходит обучение в магистратуре и пишет диссертацию. Работа в лаборатории помогает собрать необходимый материал. Направление именно сюда девушка получила по итогам конкурса «Производственные кейсы», который проводил Ачинский НПЗ для студентов Института нефти и газа СФУ. В теории, в принципе, так как это уже магистратура, я знаю достаточно много. Но в практике какие-то моменты не отрабатываются. На практике я нахожусь уже почти что месяц. Здесь делаю различные анализы, то есть могу подойти к любому человеку и мне все расскажут, все объясняют. У нас лаборатории не знакомятся с перечнем продукции, которую выпускает наш завод. Они знакомятся с нашим оборудованием, работая на оборудовании. Знакомятся с методами испытания, с нормативной технической документацией. И вот вся вот эта производственная практика в большей степени им помогает потом адаптироваться на будущем рабочем месте. Благодаря взаимодействию предприятия и СФУ студенты не только получают опыт. У них появляется возможность дальнейшего трудоустройства на Ачинский нефтеперерабатывающий завод. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. А на Кразе накануне Дня металлургов определили лучших сотрудников года. Выбирали их из более 4000 человек. Кем гордятся на заводе, почему молодые специалисты стремятся попасть сюда на работу, расскажет Рослав Цымбал. Здесь производят алюминий. Жар такой, что чувствуется на расстоянии. Процесс контролирует мастер смены Антон Толстых. В этом цехе производят самые длинные 10-метровые слитки весом около 30 тонн каждый. Антон работает на Кразе уже 11 лет. И за это время прошел путь от литейщика до мастера смены. Говорит, секрет успеха трудится не на 100, а на 120 процентов. Работать легче, когда предприятие помогает решать бытовые проблемы. Зарплата тут выше среднего по городу Красноярску. Также есть дотация на питание. Много социальных программ на нашем предприятии существует. Была такая, как жилье. Давали предприятиям квартиры. И 50% от ипотеки оплачивает предприятие. Также есть социальные программы, как детские сады. Мой сын ходил в детский сад от города, это от завода. И вот он уже в этом году придет в первый класс в школу. Всего на Кразе работают более 4 тысяч человек. Штат постепенно обновляется, приходит молодежь. Средний возраст сотрудников около 40 лет. Работники постоянно повышают квалификацию. Здесь выращивают настоящих профессионалов. Иногородним предоставляют общежития. Впрочем, это далеко не все причины, по которым идут работать на завод. С социальным вопросом у нас уделяется самое серьезное внимание. Каждый работник предприятия 2 раза в месяц гарантированно получает абсолютно белую заработную плату. Более того, 2 раза в год она обязательно индексируется. Также нашим сотрудникам доступны следующие социальные программы. Это полное медицинское обеспечение, занятия спортом, санитарно-курортное лечение, которое оказывается в лучших санаториях в Сочи и Белокурихе. Детский отдых для детей сотрудников. На заводе всячески поддерживают трудолюбивых. На въезде на территорию установлена доска почета, на которую ежегодно вывешивают портреты 15-ти образцовых сотрудников. В этот раз среди них и мастер литейного цеха Антон Толстых. Уже два года подряд его бригада становится лучшей по технико-экономическим показателям. Впрочем, он и его команда не намерены останавливаться на достигнутом. Ярослав Цымбал, Александр Ермошенко, Енисей, Новости. Музыкальный квинтет в обычном Красноярском дворе исполнил старый известный кинохит. Какой именно, покажем далее. В Красноярске отметили один из самых светлых праздников – День семьи, любви и верности. На летней сцене городской набережной чествовали пары, которые пронесли чувства друг к другу сквозь десятилетия. Теперь подают пример всем остальным. История разных семей, только что образовавшейся и, пожалуй, самой крепкой в столице края – в сюжете Евгении Шелковниковой. Красноярцы Инна и Евгений устроили для себя свадьбу мечты. Пара обменивается кольцами в окружении родственников и близких друзей. Церемония в традиционном стиле. Белое платье, голуби – один из самых красивых ЗАГСов. И, главное, подгадали под особую дату. Официально связали свои жизни накануне светлого и символичного праздника – Дня семьи, любви и верности. 8 июля у нас День семьи. Но так как это не совпадает в День бракосочетания, поэтому ближайшую дату взяли на 7 июля. Как будете отмечать праздник? Весело. В кругу друзей. В основном семьи, конечно. Это мы просто сфотографировали, не подписано. В ограде, наверное. Вот это вот фотография. Но где-то мы там вдвоем вообще молодые. А в Октябрьском районе праздник отмечает, наверное, самая крепкая пара города. Михаил Степанович и Мария Васильевна вместе уже 70 лет. У Бугаевых шестеро внуков и восемь правнуков. В гости приходят по очереди. Такое огромное семейство за обеденным столом просто не помещается. На вопрос, как же смогли дружно прожить так много лет, отвечают. Весь секрет в простых вещах. Взаимной поддержке, терпении и детях, воспитание которых сплотило накрепко. Самое любимое романтичное воспоминание, конечно, момент знакомства. 19-летняя Мария и Михаил встретились на празднике после уборки урожая. Вот он меня там и подсмотрел. Подсмотрел, но боится все равно подойти. Скажет, что не знаком, а то другу. Вот он там с кем-то у кого-то спросил, она, мол, знакома с кем или нет. Ему показали. Ну, я была немножко там тоже с 28-го года паренек. Ну, и, значит, он подошел к нему и сел. Ну, и спросил, значит, как бы это познакомиться. А с кем бы познакомиться, он спросил. А он указал на меня. В День семьи, любви и верности Читу Бугаевых в числе других самых крепких пар города чествовали на городском праздновании. Памятные медали образцовым парам вручил глава Красноярска Сергей Еремин. Наши легендарные семьи. Действительно, семьи, которые прожили совместно 50, а есть даже и 70 лет совместной жизни. Это действительно достойно не просто аплодисмента. Спасибо вам, что вы поддерживаете это. В летнем амфитеатре за чествованием старейших пар города наблюдали сотни зрителей, среди которых совсем еще молодые семьи. Глядя на невероятные примеры многолетней верности, все они тоже мечтают о таком же долгом совместном пути. И наверняка при должном старании и взаимной поддержке любовь победит все житейские невзгоды. Евгения Шелковникова, Виктория Карлова, Денис Сыров и Александр Ермошенко. Енисей. Новости. Волшебный концерт на берегу Енисея. Красноярский академический симфонический оркестр выступил с мировыми оперными звездами прямо у стен Свято-Успенского мужского монастыря. Почему для этого выбрали столь необычное место, расскажет Рослав Цимбал. Звучание классической музыки, свежий воздух и сибирские красоты. Все это объединил международный фестиваль искусств. Он проходил в живописном уголке на берегу Енисея, где образовался природный амфитеатр. Сама сцена оформлена в виде стилизованной ладьи с парусами, которая словно плывет по могучей реке. Красноярцы от такого формата концерта в восторге. Великолепно. Хором даже, да. Это словно грандиозно. И давно пора было организовать в Красноярске такого масштаба мероприятия. Очень хорошая акустика здесь, своеобразная, будем так говорить. Поэтому очень интересно было послушать. Формат очень интересный. Нам безумно нравится, потому что воздух свежий. Сидишь, слушаешь замечательную музыку и смотришь на Енисей. Впечатления замечательные. Место для проведения фестиваля выбрали не только красивое, но и святое. Рядом Свято-Успенский мужской монастырь. Религиозная тематика прослеживается и в самом выступлении, а сцену ладью украшают изображения ангелов. Еще один интересный факт. Монастырь был основан в тот же год, когда родился великий композитор Сергей Рахманинов, чья музыка звучала. Мы сегодня видим не просто концерт, мы видим некое большое явление, которое, я уверен, станет прологом к новым каким-то прорывам в культурной жизни Красноярска. Я думаю, что сегодня кто-то откроет для себя прежде всего и другое понимание православной веры. Кто-то насладится природой, кто-то музыкой, а кто-то вот по-новому откроет себе всю эту палитру жизненной философии. Выступают Красноярский академический симфонический оркестр и оперные звезды мирового уровня. Для многих это первый опыт такого концерта на природе. Было очень комфортно, хотелось творить, хотелось что-то создавать, тем более в музыке Рахманинова. Она, наверное, является вдохновением для нас всех, и для певцов, и для музыкантов, и для организаторов. На таком красивом месте я первый раз играю. Здесь и прекрасный монастырь, и все же это на берегу Енисея, такая красивая природа. Мне, как сибирскому человеку, особо приятно играть здесь. Репетиционный процесс был долгим, тяжелым. То есть мы затачивали всех, и оркестр, и хор, и солистов, и пианиста на то, чтобы играть в самых тяжелых полевых условиях. Я уж не говорю о том, что просто достаточно холодно, но я с гордостью должен сказать, что абсолютно все справились на тысячу процентов. Концерт продолжался чуть более двух часов, однако зрители признались, что он прошел на одном дыхании. Возможно, в дальнейшем этот фестиваль станет традиционным и ежегодным для красноярцев. А в нашем городе будет больше таких мест и мероприятий, где одновременно можно насладиться и красотой русской природы, и звучанием классической музыки. Ярослав Цимбал, Алексей Гусев, Енисей, новости. Сыграть на открытой площадке захотелось и другим красноярским музыкантам. В соцсетях опубликовали видео, на котором неизвестные исполнители в небольшом составе устроили концерт прямо во дворе жилого дома. Вот давайте послушаем, как это было. На духовых инструментах музыканты исполнили музыку, известную по кинофильму «Зимний вечер в Гагарах». По словам автора видео, никто из жителей не понял, что это было и для чего, но всем очень понравилось. И в конце ролика слышны аплодисменты и крики «Браво!». Ну а сейчас о спорте. Хоккейный Енисей приступил к тренировкам перед новым сезоном. Сейчас в середине лета, когда большая часть даже крытых ледовых площадок не работает, хоккеисты занимаются на открытом воздухе. Однако уже осенью спортсмены выйдут на лед своего обновленного домашнего стадиона Енисея. Сейчас там заканчиваются строительные работы. В этом сезоне за команду будут выступать легионеры. К примеру, Патрик Шостром. Шведский хоккеист, кандидат в свою национальную сборную. Патрик обладает набором игровых, технических и позиционных элементов. Элементов таких, которые позволят нашим молодым ребятам быстрее учиться, быстрее прогрессировать и быстрее выходить на высокий уровень. Несмотря на то, что сборная России выбыла из чемпионата мира по футболу, в Красноярском зоопарке Рой Фручей решили продолжить традицию гаданий на исход матчей. На этот раз теньшанский белокоготный медведь по кличке Памир предсказал результат полуфинала между Бельгией и Францией. Памиру вручили две пластиковые канистры, с которыми он любит играть, наклеив на каждую флаги стран. Памир изучил каждую, подумал и выбрал Бельгию. Напомню, в пятницу результат матча Россия-Хорватия предсказывала парочка белых медведей. Аврора выбрала угощение с российским флагом, Феликс с хорватским. Мужская логика в этом случае не подвела. И на этом у меня все. В 21.30 смотрите на нашем канале триллер «Беспощадный шторм». Телефон редакции новостей 236-01-36, адрес интернете 3W-ENISEY-TV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова